Обилимпикс 2020 продолжает собирать талантливых людей со всего региона. На Ринмаре уже несколько дней подряд студенты и школьники соревнуются в разных компетенциях. Первооткрывателями регионального чемпионата стали будущие мастера парикмахерского искусства и редактора текста. Эстафету приняли любители рукоделия. За процессом вязания и вышивания наблюдала наша съемочная группа. Полная тишина сегодня в одной из аудиторий Центра развития образования. Здесь девушки работают над декоративной открыткой. Нужно быть сосредоточенным, ведь каждый стежок будет оцениваться. Данная компетенция называется художественная вышивка, поэтому эстетика на первом месте. Где-то сложно, где-то запутываюсь и придется приделывать. Мне это нравится. Вышивание мне передалось от мамы. Мама мне тоже очень любила вышивать. Я вышивала для кукол подушки, одеяло, одежду, платья всякие. И для окошек всякие подушки, чтобы они лежали. Вероника Родчева сегодня среди окружных вышивальщиц. По словам девушек, пришла не за победой, а ради победы. Ведь этот обиолимпикс организатор чемпионата посвятили 75-летие окончания Великой Отечественной войны. В итоге у девочек должно получиться вот такое изделие. Ну, вот что-то типа открытки, вышитая полукресток. Обыдание было разработано с учетом новостной особенности детей. Ну, по объему, я думаю, что не очень сложно, потому что все соответствует возрасте. Так что я думаю, что девочки справятся. Тем более, что очень стараются. Уходили, оно всегда, в любые времена, оно ценилось. Обычные работы всегда очень дорого стоили. Но даже наши выпускники до сих пор вышивают огромные картины. Это, во-первых, их хобби. Во-вторых, это дополнительный заработок. Ну, в-третьих, вообще для общего развития обязательно это нужно. Я думаю, что это очень интересно. Сейчас вообще идет возрождение старины. Что-то, ну, это красиво. И еще одно красивое ремесло, которое сегодня тоже возрождается, это вязание крючком. Девушки этой компетенции трудятся в соседнем зале. Их конкурсное изделие родом из военной песни. Наверное, каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал песни про «Синий платочек», как провожала и обещала «Синий платочек» беречь. Сегодня главный элемент из этой песни ребята, участники «Обилимпикса» воплотили в жизнь. Песня была очень популярна в ходе войны и после войны тоже с удовольствием поют. Ну, в принципе, задание не очень сложный узор, повторяющийся. Если девочки тренировались, то они могут связать. Девочки, конечно, стараются. Видно, что они сидят так упорно. У кого-то получается очень плотная вязка, у кого-то сплава. Ну, как уж у каждого человека, своя техника вязания. Вот здесь мы тоже это видим. Но видно, что с ними занимались. Благодаря тому, что у нас есть абибиринтекс, детки с такими возможностями здоровья могут себе показать где-то в чем-то. Ведь у нас уже в нашей компетенции очень хорошие результаты на уровне России. Возапрошлом году Прота Попова у нас была Люба победителем, а Михайлова Олеся в прошлом году была призером. Кто станет призером этого чемпионата, будет известно на следующей неделе. А пока проверить свои силы готовятся любители спорта, актерского мастерства, флористики и других направлений. Как говорят организаторы конкурса, проигравших на чемпионате не будет. Все они уже показали свои безграничные возможности.